Время событий на радио 49 параллель. Самые свежие новости и комментарии. Украинского бюджета выделяются средства на восстановление инфраструктуры, разрушенной в результате боевых действий на Донбассе. Однако жителям прифронтовых территорий деньги на восстановление домов не предоставляются. Об этом сообщает издание «Апостров», ссылаясь на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий. Отмечается, что государство выделяет деньги на восстановление дорог, мостов, больниц и школ. При этом местные жители не получают средств на восстановление поврежденных домов. В министерстве подчеркнули, что стараются посредничать между гуманитарными организациями и нуждающимися жителями. При этом ведомстве уточнили, что много вопросов пока решается за счет привлечения донорских средств. Фантомовцы остановили контрабанду продуктов возле линии разграничения на Луганчине. Об этом сообщает издание «Остров», ссылаясь на пресс-службу Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Луганской области. Так, сотрудники спецподразделения «Фантом» вчера, 12 января, вместе с подразделением военной разведки возле линии разграничения в городе «Золотое-4» задержали ВАЗ-2106. Как сообщают в ведомстве, в ходе осмотра авто установлено, что водитель, местный житель пытался незаконно перевезти во временно оккупированный город Первомайск для дальнейшей реализации 144 килограмма твердого сыра стоимостью более 10 тысяч гривен и 80 килограмм сливочного масла на сумму более 7 тысяч гривен. По данному факту составлен административный протокол. Операционный блок Северодонецкой городской многопрофильной больницы пополнился новым оборудованием, пишет издание 06452. Об этом рассказал заместитель градоначальника Андрей Гавриленко. В медучреждение привезли два новых аппарата искусственной вентиляции легких в общей операционной. Аппарат искусственной вентиляции легких в плановой гинекологической и урологической операционной. Установка для дробления камней в мочеточнике в малой хирургической операционной. Новую систему смягчения воды для проведения процедуры гемодиализа. Оборудование закуплено за деньги из городского бюджета, выделенные депутатами на сессии горсовета. Кроме того, наши партнеры обеспечили больницу тремя новыми аппаратами искусственной почки, сказал Гавриленко. Это были все новости на сегодня, а мы продолжаем следить за событиями региона. До новых встреч на радио 49 параллель.